Всем привет! Это рубрика «Гуляев по Перми». Меня зовут Евгений Гуляев. Вопросы вновь подготовили. Идём общаться с прохожими. Поехали! Кто такой Железный Феликс? Интересный вопрос. Железный Феликс? Я подскажу, это прозвище. Железный Феликс. Кого он называет? Блин, вот честно, прямо у меня шарашили. Давайте отчество подскажем. Эдмундович. Эдмундович. Блин, извините. Ещё одна подсказка. В городе есть даже район, названный в честь Феликса Эдмундовича. В Перми? В Перми? Не знаю. А ДКЖ там находится? Пролетарка? ДКЖ. Пролетарка? Это рекордон. Ардженикидзевский? Ардженикидзевский? Нет, там не Ардженикидзевский. Но Ардженикидзе тоже как бы коллега у Феликса Эдмундовича. Ну, как бы не знаете, да? Нет, не знаю. Ну, это и революционные деятели, которые... До наших времён не сохранились, да? Да, наверное, да. Ну, это Железный Феликс, это Дзержинский. Дзержинский Феликс Эдмундович. А почему его так прозвали? Ну, это при Ленине... Чекист. Чекист. Связан был с правоохранительными органами, да. А за что получил прозвище-то Железный? Ну, вот... За характер. За характер, наверное. За характер, Феликс Эдмундович, Дзержинский. А почему его Железным прозвали? Не знаю, много. За характер, наверное, за характер. Дзержинский. Дзержинский. За что ему дали такое прозвище? Ну, строгий бог. Строгий бог. Да. Как давно это было? Кто он такой? Давайте поясним. Революция? Революция. А чем он занимался? За что он... Ну, МВД в свое время создавали. Феликс Эдмундович Дзержинский. Так. А кто это? Деятель. Значит, что-то там с милицией, с полицией. Самый крупный грызун на земле? Хомяк. Ну, я подскажу, не хомяк. Грызун, ну, а что? И побольше. Крысы, потом еще андаторы. Самый крупный грызун – бобер. Бобер? У нас в России, значит, да? Ну, да. Или какой-то нероссийский грызун, о, нероссийский бобер? У нас-то они не очень большие. Ну, да, в принципе. В общем, бобер, но в какой-то другой стране, да? И вокруг нее они. Ну, да, наверное. Давайте подскажем, не бобер. Не бобер? Тогда броненосец. Нет? Нет, хороший вариант. Быхухоль. Хороший вариант. Ехидна. Хороший вариант. Давайте я вам подскажу вторую часть названия. Давайте. Вы первые. Заканчивается это животное на бара. Ой, да, как на бара какая-то там. Я читала, но я не помню. Заканчивается на бара. Бара? Так, что у нас тихо, Никита? На ка начинается. На ка? На бара. Кука. На ка. Кука. Заканчивается на бара. О, бара. Это как ее там, которая... На ка начинается, на бара заканчивается. Кара-бара. Баршук, что ли? На бара заканчивается. На бара. На ка начинается. Ка-бара. Не слышали такого? Нет, не слышал. Бара. С буквы ка начинается. Есть в нашем пермском зоопарке. Бара. Сдаетесь? Да. Кэпи-бары. А-а-а. Слышишь такое? Да, конечно. Кто такая мадемуазель? Мадемуазель? Это как бы женщина, но она, как вам сказать... Чем она отличается от других, да, девушек, женщин? Ну, она... Мадемуазель? Да. Она примерно за 30 лет. За 30? Да. Это как женщина бальзаковского? Да, 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 да. Самая мадемуазель? Да. Без понятия. Для меня даже где-то... Ну, это что-то... Что-то... Ну, таких это... Привилегированная, богатая женщина мадемуазель? Да. Мадемуазель? Ну, дама. Это которая замужем. Которая замужем? Которая холостая? Холостая. Там, как они... Мадемуазель, потом мадам. Мадам это холостая? Да. Мадемуазель, это замужем. А еще третья, вы сказали, есть? Мадам, мадемуазель, леди там... А леди это кто? Ну, леди тоже дамочка. Ну, холостая или замужняя? Или вообще распущенная? Нет, это... Леди там уже этот... Тоже, по-моему, замужем. Ну, состоявшая. Да, конечно. С большим опытом. Да. Замужняя, замужняя. Замужняя... У нас в стране так называют девушек? Мадемуазель? Ну, раньше нет. Вы мадемуазель? Нет. Мадам. Ну, да. А мадам это кто у нас получается? Не замужняя. Не замужняя. У вас кольца? Нет. Поэтому вы мадам, а другие вот эти вот уже, которые с детьми, да, с проблемами, с семейными хлопотами, мадемуазель. Ну, да. Понятно. Долго еще собираетесь в мадамах ходить? Ну, как получится. Самое лучшее. Это я, мадемуазель, женщина, которая замужем. Которая замужем, а которая холостая? Мадам. Нет, наоборот. Здесь у себя нет. Мадемуазель. Или наоборот, мадемуазель не замужем, а мадам замужем. Во Франции не замужняя дама. Не замужняя, а замужняя? Мадам. Прекрасно. У нас в обиходе встречаются? Кто-то называет? Миссия? Да, мы всем пользуемся. Пользуемся, да. И мисс, и миссис, и мадам, и мадемуазель. На этом рубрика подошла к концу. Читайте книги, любите свой город. Увидимся на улицах Перми. Редактор субтитров А.Семкин